Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Вы принадлежите к этой части жителей Кирова, которые критикуют ливневки? Понятно, что там не нравится Понятно, что это действительно проблема нашего города И мы там сталкиваемся И понятно, что такие ливни у нас там не так часто бывают Июль-то он традиционно у нас примечательен в этом отношении, середина лет Но, опять же, отрадно отметить, что есть положительная динамика То есть те места любимые, которые у нас традиционно всегда были пейзажами для фотографий Такие, как у ботанического сада Ну да, я понимаю, об этом месте говорится в первую очередь И то, что там эти места были отремонтированы Они вот показали, что там работает То есть можно сделать эту ливневку Другое дело, что и об этом изначально еще и год назад говорили Что с копом-то не решить эту проблему То есть это достаточно дороговое удовольствие И поэтому крайне важно эту работу начинать И она вот как бы на первых местах она прошла Там мы результаты видим То, что появились новые места Это значит, как бы их нужно наносить на карту И как бы уже включать в планы Планы есть, сразу могу сказать Вчера было совещание у Александра Валентиновича Как раз в том числе и по этой теме То есть и город рассказывал о том, что вот есть на 23-24 год планы по ливневке в том числе Реконструкция? Строительство новое или что? Ремонт старых, расширение Ну как вот было сделано, например, у того же ботанического сада Там же всего-то только расширили, да? Мы с вами не специалисты для того, чтобы понимать, какие работы там нужно сделать То есть специалисты скажут, что нужно сделать Либо заново прокладывать, либо прочистить, либо там тоже углублять Поэтому самое главное, что по итогам вот этой непогоды Там эти места, они как бы взяты на карандаш Ну мне тут показалось, разумные предложения звучали где-то в сети По-моему, в телеграм-каналах Якобы у нас ливневая канализация За нее отвечают несколько структур в городе И есть вот такая разрозненность Пора бы все это сводить в хозяйство под единое управление И решать и принимать какие-то конкретные планы Так или не так, я не знаю Понимаете, принимать организационные решения, если у тебя нет плана и нет денег Там их можно сколько угодно объединять, разъединять Приглашать новых Ключевые вещи, да, там нужно понимать слабые точки И, соответственно, понимать, есть ли на это деньги Вот, как бы, а дальше уже понятно, что после того, как все будет приведено в порядок Соответственно, там дальше встанет вопрос о рачительном хозяине Которое будет за всем этим следить и контролировать Если на сегодняшний момент городское хозяйство, там, ну, готово за это взяться Хотя, там, я знаю, что у нас в городской администрации Там серьезнейшая проблема кадровая Что людей не хватает, особенно вот в этих направлениях Да, то, как бы, ну, все будет зависеть в том числе от этого Но сейчас, в первую очередь, нужно понимать, что делать И, как бы, где брать финансирование под единым А еще лето у нас, можно сказать, проходит под знаком борьбы с борщевиком Регулярно эта тема поднимается на совещаниях у губернатора Кировской области И вот буквально в понедельник, да, в очередной раз касался он этой темы В частности, Александр Валентинович раскритиковал местные власти за то, что Косят борщевик там, где удобно, да, он написал То есть, такие вот большие поля Нежели места вдоль тропинок, вдоль дорог, каких-то учреждений Проще, мол, вот так, в одном месте все это покосить Ну, кстати, вот я недавно, возвращаясь из отпуска, тут въезжал на поезде С московской стороны в областной центр Железнодорожные пути тоже активно очень поросли борщевиком Может быть, с железной дорогой договариваться Пора как-то что-то выкашивать Не знаю, более какие-то жесткие решения может пора принимать Ну, смотрите, да, то, что этот вопрос не сходит с повестки тех же оперативок Уже, там, месяц Это говорит о том, что, собственно, губернатор хочет довести тему До какого-то работающего и результативного окончания То есть Борщевика не было Ну, в идеале, да Хотя мы понимаем, что это эпопея, там, уничтожение борщевика Это, там, 5-7 лет, да, чтобы его, как бы, искоренить Вот, и каждый раз в рамках оперативок, да, там, речь идет не просто о том Что, вот, давайте-ка там, да, то есть А есть речь о каких-то конкретных вещах, да, то есть Например, что борьба с борщевиком ведется в два этапа Первый, необходимо успеть до зацветания борщевика, да, то есть И второй этап, это, там, уже уничтожение его, да И то, что по итогам мониторинга выясняется, что есть Те, там, наши муниципалитеты, которые проигнорировали Ну, уже, как бы, первые решения были озвучены Еще, если не ошибаюсь память, на позапрошлой оперативке Когда... В конце июня Да, была дана команда о том, что, там, раз они первый этап не выполнили Значит, как бы, смысла проводить второй этап нет Потому что, как бы, уже поздно И, соответственно, речь шла о том, чтобы забрать деньги И в рамках последней оперативки это тоже было достаточно грамотное решение Когда, собственно, заслушали результаты вот этой работы, связанной с возвращением средств Которые, ну, не нужно просто распылять, сейчас бесполезно, да Там большие ли средства-то, напомните, на борьбу с борщевиком? В Министерстве сельского хозяйства отчиталось о том, что к возврату где-то порядка 100 тысяч А общая сумма по области, которая выделялась, выделена на эту работу, это порядка 30 миллионов И вот тут, как раз, собственно, там и возник еще одно Еще один вопрос, который, вот, собственно, начали тоже обсуждать Это тоже, там, достаточно, на мой взгляд, важный момент Собственно, а как ведется, то есть на основании чего, да То есть понятно, что есть соглашение, что является объектом соглашения Все-таки конкретные территории или просто площадь, да И вот тут выяснилось, что есть поля, которые действительно легко пройти трактором, там, скосить и как бы все А есть то, что, как бы, важно и актуально То есть вот эта ситуация, она во многом возникла благодаря жителям, которые, собственно, начали реагировать на то, что они слышат, что ведется борьба с бощевиком Но они мало это замечают Да, потому что, как бы, вот, как, там, правильно сказали, всевозможные тропинки, там, узкие дороги Ну, мы же все понимаем, как это выглядит, да Что вот это актуально, это нужно, это важно А там убирать поля, ну, их не надо, по большому счету, точнее, правильно, не просто убирать, а их перепахивать и вводить снова в сельхозназначение Да, то есть, и тогда эта проблема будет решаться, там, уже по другим направлениям, в других программах и другими средствами И поэтому, вот, на мой взгляд, вот эта ситуация с борщиком, это такой достаточно показательный момент был для того, чтобы оценить качество выполнения поручений На местах Губернатор, да Потому что, с одной стороны, есть отчеты, с другой стороны, есть жители, которые говорят о том, что они не видят больших-больших изменений Нужно ли идти дальше и жестче? Ну, по крайней мере, в адрес Министерства сельского хозяйства прозвучало, ну, скажем так, замечание со стороны губернатора о том, что работа выполнена некачественно Будут ли последствия для органов местного самоправления? Ну, если эта ситуация будет так же продолжаться, я думаю, она будет Вплоть до кадровых решений, да? Ну, да, вплоть до решения вопроса Я понимаю, о чем вы говорите, вообще, вот эта проблема, да, с борщевиком, то есть, обкатать бы вот некую схему, да, эффективную решение этого вопроса И затем ее можно будет перекладывать на какие-то другие вещи, да? Конечно, сейчас главное сформировать и заставить работать сам механизм, как необходимо при помощи бюджетных средств области, да, там, решать проблему локальную на уровне муниципалитета Вот этот механизм, вот эта цепочка, кто за это отвечает, это Министерство сельского хозяйства или другие какие-то министерства, экологии Это уже, как говорится, вот будет отрабатываться вот эта модель Я надеюсь, что, собственно, там, в следующем году этих вопросов будет уже на порядок меньше, все, как бы, будут понимать уже весь порядок, всю этапность, всю ответственность за выполнение этой работы Ну, слушая и глядя на Александра Валентиновича, у меня создалось впечатление, что личное восприятие у него, борщевика, ну, вот что-то такое для него, невидаль какая-то, я не знаю Раньше он с таким не сталкивался, так это или не так? Ну, я не знаю, честно говоря По предыдущим местам работы, оказавшись в Кировской области, вот у нас вот так вот мы живем, да Много ли борщевика в Костромской области, хотя, предполагаю, что, как бы, и там немало, да, потому что я был удивлен, когда увидел борщевик, предположим, на Сахалине, на острове А, и туда тоже занесло Вот, ну, их же завозили, даже не ветром заносит, а завозили же централизованно Вот Да, он воспринимает это все достаточно близко, да, потому что, как бы, ну, во-первых, он много ездит, да, то есть и обращает внимание на там разные вещи И, там, борщевики, и, там, состояние дороги и так далее, да, то есть, и поэтому, там, ну, как говорится, он это видит воочию Может быть, там, в отличие от некоторых, там, тех же министров, которые в области не стремятся поищать Поэтому, как бы, он многие вопросы воспринимает именно вот лично Ну, я тут, кстати, недавно своим детям пытался объяснить, откуда появился борщевик Как можно проще, да, чтобы соответствовало объяснение их возрасту Ну, не знаю, наверное, мало что у меня получилось Ну, вот пытался рассказать, что там были времена, когда, да, животноводство активно развивалось Ну, да, нужно было, там, дать больше массы кормовой, да, для крупного рогатого скота Вот, собственно, так он и у нас появился Да И закрепился Ну, самое-то обидное, что, как бы, он не стал решением той проблемы Потому что выяснилось, что животные не хотят его особо есть Да Но распространяется он достаточно быстро и, как бы, он уже становится опасным, когда его много А вдоль ЖД-путей, это действительно надо с РЖД, да, разговаривать? Ну, это да Да, то есть, собственно, их собственник Да, то есть, вот если, предположим, в домах автомобильных дорог, да, то есть, это вопрос, вопросы, там, к нашему ВИАТ-автодорогу, ГДМС и так далее И они задаются, в том числе, в рамках тех же оперативок и в рамках текущей работы И, реально, если мы по дорогам проедем, то в формате тех стандартов, которые предусмотрены по обслуживанию дорог, там, мы увидим, что покошен То есть, ну, здесь тоже возникли замечания относительно того, что, там, может быть, чуть шире рассматривать эти стандарты, да, то есть, может быть, чуть, там, не полметра, как по некоторым дорогам определенным, а тем же трактором пройти, там, полтора-два метра До лесополосы, например, надо пошире взять То есть, этот вопрос тоже был задан ВИАТ-автодорогу, я надеюсь, что, как бы, там, ну, какие-то решения будут по этому поводу приниматься Еще одна трагичная тема, которая зазвучала у нас с наступлением жаркой погоды в области, это большое количество утонувших на озерах, реках и так далее Буквально за прошедшие выходные у нас четыре человека утонувших в регионе Александр Валентинович тоже регулярно этому внимания уделяет Еще прошлым летом, будучи губернатором, еще с таким, с небольшим опытом работы, да, буквально спустя пару месяцев Он, ну, там, достаточно громко высказывался по этому поводу Одно из, одно из решений, которые он предлагал, то есть, некие патрули добровольческие организовывать на водоемах И следить за тем, в каких условиях отдыхают Но в этом году были меры приняты, муниципалитетам деньги выделялись в мае, да, на подготовку мест отдыха Но вот по-прежнему проблема остро стоит, почему? Известно ли, возможно, еще о каких-то мерах, которые будут предприниматься по защите людей? Ну, смотрите, да, давайте это со второй части Начнем насчет мер, которые будут дополнительно предприниматься Если мне не изменят память, где-то в апреле или в мае Было дано поручение на расширение спектра всевозможных секций и занятий по обучению детей и подростков плавания По-моему, к пятому классу даже у нас Соколов говорил, что все должны ребята уметь плавать Да, то есть, как бы, при том, что, да, он давал поручение о том, чтобы это был стопроцентный охват Вот, я думаю, что, как бы, если это, опять же, запустится с этого учебного года, со следующего имеется в виду То уже к следующему лету какие-то, там, мы увидим изменения по динамике утонувших Да, выделялись деньги на создание в каждом муниципалитете, в каждом официального пляжа, да, то есть, который должен был, должен обеспечиваться всем Ну, имеется в виду райцентр, да, в первую очередь? Давайте так Самый крупный населенный пункт района Он не всегда, официальный пляж не всегда находится непосредственно в райцентре, да, то есть, иногда там люди переезжают на другой берег реки А это уже, там, территория района, а не города, например, да, вот, как у нас в Кирове, например Но у нас, ладно, хорошо, это еще Это все городское Да, но по логике люди пляж у нас на той стороне Вот, а я думаю, что вот по итогам вот этих печальных случаев будет все равно проводиться анализ Чего не хватило? Не хватило, предположим, работы по проработке дна, да, то есть, потому что мы понимаем, что Очень часто причиной бывает там наличие омутов или там каких-то посторонних предметов, о которых люди спотыкаются, или там что-то происходит Какова квалификация инструкторов, которые там вот, не инструкторов, а вот этих служб наблюдения Которые непосредственно находятся на берегу Услышали ли предложение муниципалитет, вот то, о котором вы говорите, да, то есть создание вот этих добровольных Ну, дружин, можно сказать Волонтерских, да, наблюдателей, спасателей, да, то есть вот анализ будет делаться, да, то есть Поэтому я вот думаю, что к концу сезона мы будем иметь возможность уже анализировать Не просто того, что люди тонут, да, а понимать причины, по которым это происходит Если это недоработка, предположим, муниципалитетов, соответственно, как бы Какие-то дополнительные поручения уже к следующему году о том, как эту ситуацию исправлять Если же это связано, предположим, с человеческим фактором, да, то, как бы, что здесь можно сделать для того, чтобы там подобные риски Ну, работать-то с людьми в любом случае надо Объяснять Ну, не лезь ты туда, где непроверено и неизвестно, да, там, что может тебя, какая опасность может тебя подстерегать Ну, давайте так, да, Володь, вы когда были на официальном пряже в последний раз? На официальном пряже в Кировской области? В Кирове В Кирове в прошлом году Купались В прошлом летом не купался Следил за своими детьми, просто прогуливался по мелкой воде, да Вот, а купаться вы все равно поехали бы в какое-нибудь другое место Не будем сейчас там рекламировать Честно говоря, в главной водной артерии области большого желания купаться, к сожалению, нет Поэтому, как бы, это тоже одна из проблем, да, что там иногда пляж проще сделать там, где, как бы, где проще сделать, да, там, но люди туда не пойдут Они поедут в другие места, и поэтому это тоже необходимо изучать правильно, были выбраны места для купания, потому что мы знаем, что там по тому же городу Кирову, что там люди купаться-то ездят отнюдь не на наш городской пляж Поэтому вот вся эта там работа, я думаю, она еще впереди предстоит, и тоже какие-то выводы нужно будет делать Пока, к сожалению, можно только призывать, будьте внимательны, не лезьте, как вы правильно сказали, туда, где неизведаны Где нет гарантии, да, что ты Не рекомендовано, следите за детьми Ну, все, что, как говорится, все, что традиционно говорится в подобных случаях Тем, кто сейчас присоединился к нашему эфиру, напоминаю, что мы беседуем с советником губернатора Кировской области, Михаилом Курашиным Нашумевшая тема рейтинга регионов по качеству дорог, которые опубликовали РИА Новости, да Но, простым языком выражаясь, у меня такое ощущение создалось, что в правительстве такой шорох, да, вот после этого Потому что там же пресс-конференция быстро была созвана, где зампред Жердев и министр транспорта Петриков отчитались о том, что Ремонт дорог у нас достаточно ударными темпами в этом году продвигается, и по количеству, по объему, вернее, дорожного строительства мы входим в середнички такие, да, по территории Я не ошибся, действительно, ну, как-то вот этот рейтинг, ну, вызвал такой резонанс большой Ну да, он, с одной стороны, он вызывает вопросы, потому что, на самом деле, мы на лицо можем отметить изменение качества состояния наших автомобильных дорог Ну, в первую очередь, Кировской агломерации Я бы сказал, по всей области По всей области? Да, потому что даже, предположим, въезжая от наших южных соседей Нет, ну, я прекрасно знаю, нет, дорога вполне себе хорошо, если ты едешь по этой асфальтированной дороге, вот, не съезжая ни в какие, ни в сельскую местность А вторая проблема, это проблема с, непосредственно, вот, всеми этими поселковыми, сельскими, деревенскими дорогами Местными, да Местными, так называемую дорогу И тут, наверное, тоже следует сказать, что, по большому счету, мы этими дорогами системно-то начали заниматься только с прошлого года Когда были выделены большие деньги, в том числе на местные дороги И в этом году, там, тот же миллиард, который, там, на местные дороги Ну, если учитывать, что до этого, по большому счету, никто никогда не интересовался этими дорогами, там, с советских времен Ну, наверное, как бы, это деньги коренным образом не изменят эту ситуацию Ну, министр Петриков у нас был в начале дорожного сезона Он сказал, ну, миллиард это, конечно, ну, хорошо, да, все-таки начали заниматься Но вот минимум бы пять нам миллиардов ежегодно То в течение ближайших, ну, лет десяти могли бы мы исправить ситуацию Ну, да, да, да Ну, то есть, по крайней мере, зримо улучшить Потому что я не очень верю, что нам там хватит 50 миллиардов на то, чтобы до каждой деревни сделать качественную дорогу Да, там, у нас и в рамках городской агломерации, там, есть деревни, до которых, там, сложно добираться И мы, там, каждую, не сезон, в каждую непогоду, там, получаем оттуда всевозможную критику Потому что у нас, там, ни скорая проехать, ни автобусы никто не мог А это город Киров, там, администрацию Симакова призываем сделать эту дорогу Поэтому, ну, там, если эти деньги, там, стабильно пойдут Тут же еще момент какой, что, там, мало того, что деньги должны быть А еще должно быть понимание того, что они будут дальше, да Тогда есть возможность, там То есть мало построить дорогу, надо ее дальше содержать, да? Нет, я про деньги Про деньги? Тогда есть возможность переходить к плановому планированию, да То есть уже более масштабному, да, то есть мы понимаем, что деньги будут, там, с 22 по 26 год, да Там, вот столько-то средств, и мы можем уже, там, ага, вот, будем делать вот эту ветку, будем делать вот эту ветку А когда нет понимания того, что, там, это будет продолжать финансирование, будет продолжаться и дальше, да То, соответственно, ну, больше, это такое, знаете, латание начинается Вот здесь уже все совсем провалилось Вот здесь мы, там, потратим эти... Решения экстренных каких-то, да, проблем Поэтому, там, системный подход, это не только наличие вот этих планов, но и гарантированного финансирования Со стороны Федерации, там, ну, и остальных бюджетов По поводу дорожного-то биллиарда известно, это продолжится, программа? Я пока таких анонсов что-то не припомню, не видел Ну, пока что речь идет о заверениях, да, то есть мы понимаем, что бюджеты будут приниматься у нас, там, тот же федеральный начнут обсуждать уже осенью Пока что ведутся разговоры, да, там, пока что есть заявления о том, что все, там, параметры будут выдерживаться, да, там, ну, как будет развиваться? Ситуация вообще в целом стране, да, там, в том числе и с точки зрения внешних событий Поэтому, вот, я думаю, что это все будет влиять Ну, что-то мне подсказывает, что этот рейтинг, он же на 100 вид данных Росстата составлялся, да Он может, возможно, как-то изменить отношение у федералов к Кировской области Ага, мы вам там денег выделяем, а вы все равно остаетесь на последних строчках Ну, не знаю, как там может оказаться Я думаю, что, наверное, все-таки, как бы, диалоги непосредственно на уровне, там, правительства и министерства, да, там, они строятся не на основании этих рейтингов, а на основании наличия долгосрочных программ Да, то есть, вот, если есть эти предложения, да, а там, рейтинг, это некое такое промежуточный срез То, что происходит, да, мы, как бы, сейчас находимся там в не очень хорошем положении Вот, и там, что-то, об этом можно ведь, опять же, вернуться к началу нашего века, когда в рамках форума бедности, который проходил в Кировской области Форум бедности? Да Что-то не припомню такое Это было тогда по инициативе Начало двухтысячных? Это двухтысячные, да, да, проводился в Кировской области по инициативе тогдашнего полпреда Сергея Кириенко, да, то есть, и обсуждались вопросы, как помогать или, там, как выживать регионам вот с такой бедной инфраструктурой, как мы, КОМИ, Мариэл, там, и так далее, да, то есть, и тогда были обозначены еще вот эти две проблемы, что Большая площадь, соответственно, большая сетка дорог 25 тысяч километров порядка, да Ну и низкая плотность населения Потому что, как бы, это тоже достаточно важный фактор Ну, потому что, вот, опять же, с главами как-то мы на эту тему разговаривали, я уже, по-моему, в эфире это воспроизводил, они говорят Вот самое, говорит, обидное заключается в том, что как только до деревни мы делаем нормальную дорогу, через три года деревня умирает Уезжает Люди либо уезжают, либо ездить Сначала начинают находить работу, потом в других местах, да, там, и потом постепенно переезжают И поэтому, говорит, вот мы можем, там, много денег вкладывать, в том числе в дороги, но не получится, там, это будет приводить к обратному Да, но что же делать с оттоком, да С миграционным эффектом, да У нас подошло время небольшой рекламной паузы, буквально полторы минуты она продлится Советник губернатора Кировской области Михаил Курашин у нас в студии, скоро вернемся Особое мнение на 101FM Продолжаем наш разговор с Михаилом Курашиным, советником и губернатором Кировской области Давайте обсудим семейную тему, с интересной инициативой тут выступили депутаты нашего областного законсобрания от ЛДПР О введении на региональном уровне выплат за долгую семейную жизнь Имею в виду отметку, такой порог золотой свадьбы, да, 50 лет 50 лет, 60 лет, 70 лет, на самом деле такие региональные выплаты есть Вот я погуглил, что называется, примерно в двух десятках регионов Например, в Москве тоже такое существует Там тоже отсчет начинается от 50 лет совместной жизни И, ну, это данные, правда, не 23-го, а 22-го года Возможно, там сумма была уже проиндексирована В общем, один из супругов по достижении 50-летия брака может получить 23 тысячи рублей Ну и далее, через каждые 5 лет эта сумма повышается Надо ли нам такое тоже вводить? Разделяете ли вы инициативу депутатов? Попробую пошутить, конечно Не очень понятная мотивация 23 тысячи рублей для того, чтобы прожить в браке 50 лет Ну вот не знаю, Москва так решила Ну, знаете, это с одной стороны, да, то есть как человек, который там все-таки в большей мере общественник Я, конечно, за любые инициативы, связанные с поддержкой наших людей С повышением благосостояния, да? Да Какого-то небольшого Защитой, да Вот, с другой стороны, вот, понимаете, это все приводит к тому, что вот эта тема, связанная со старением нашего региона, она как бы, она стимулируется А тема, связанная с омоложением нашего региона, вот, может быть, в этом направлении идти Что вы имеете в виду? Ну, стимулировать, предположим, тех, кто прожил в браке, там, 5 лет, 10 лет Да, то есть те, кто... Я-то тоже больше к этому склоняюсь Да Потому что 50 лет в браке, мы же понимаем, сколько этим людям лет Это примерно, ну, по 70, да, там, если они, там, в 20-летнем возрасте поженились Продолжительность жизни у нас мужчин 65-66 лет в настоящее время Ну, понимаем же, что многие могут просто не дожить При этой светлой иной юбиле Поэтому, как бы, вот я сторонник вот этого пути, да, что давайте мы будем стимулировать начальные сроки браков, да, давайте мы будем стимулировать многодетность в семьях, да, то есть давайте мы будем стимулировать каким-то образом решение проблем, связанных, там, не знаю, теми же борьбы с аременщиками, да, то есть вот в этом направлении инициатива, мне кажется, более нужная, чем в направлении вот которые они предлагают. Ну, была же, кстати, у федеральных коллег ЛДПР, я имею в виду депутатов Госдумы, они там от 20 лет предлагали вести отсчет. 20 лет. Я бы снизил, да, потому что мы понимаем, что там, ну, все мы в браке, да, и понимаем, что сложными-то периодами как раз, вот, наверное, в первую очередь являются вот эти периоды там 5-10 лет, да, то есть потом уже люди-то все-таки больше приживаются друг к другу. Поэтому вот, как бы вот в этом бы направлении я попросил бы наших депутатов больше подумать, поработать, может быть, возникнут какие-то идеи. Поддержу вас. У меня 26 июля десятилетие. Поздравляю. Совместной жизни. Поздравляю. Совместной жизни и брака. Брака официального, да, безусловно. Вот было бы хорошо к десятилетию что-нибудь такое. Вот, подарок. Получить приятное. Уважаемые депутаты, обратите внимание на сметанину Владимиру. Которого грядет десятилетний. Да, у которого... А это какая свадьба? Не припомню сейчас сразу. Вот сейчас вот. Жена тут сразу минус поставила. Хорошо. Еще одна инициатива, которая тоже у нас в стенах УЗС прозвучала, это опять связано с корректировкой времени продажи спиртного, да. Михаил Ковязин, депутат, предложил у нас вернуть начало продажи с 8 утра до 10 утра. То есть продавать с 10 утра. Федеральная норма у нас с 8. Не так давно мы жили в таком состоянии, у нас продавались с 10, по воскресеньям с 10 до 5 вечера, насколько я помню. Но вот сейчас он еще предлагает по воскресеньям до 22, а не до 23. Что это такое? Из пустого в порожнее, не знаю. Почему мы снова возвращаемся к этой теме? Как вообще воспринимаете эту инициативу? Я к ней отрицательно изначально отношусь, да, и если я не ошибаюсь, в эфире мы тоже обсуждали тему, когда вот как раз предлагали с 10 до 8 вернуть, 2 часа прибавить, да. Но мы помним, чья это инициатива была. Но мы помним, и мы помним, что... Зампред, да. Мы помним, что тогда руководство Ужомского спиртоводочного завода обещало дополнительно, сейчас вот боюсь... То ли 200, то ли 300 миллионов рублей что-то поступлений в год. Да, в год бюджет. И вот мне бы хотелось как бы понять, мы получили эти деньги или нет. Потому что... На 2 часа увеличив продажу. Увеличив продажу. По большому счету, да, то есть... Вот оно никак не влияет на... Практически ни на что. Да, то есть... Потому что если мы представляем это как борьба с контрафактом, да, эти рынки, они параллельны, они не пересекаются. То есть рынок официальных продаж и рынок неофициальных продаж. У нас там до сих пор есть магазины 24 на 7, у нас до сих пор есть лагерки, где по ночам торгуют и так далее. Им по барабану с 8, с 10 до 10, до 11 и так далее. И с подполы они... В любое время, что называется. Да. То есть у нас как бы там с этим не связано. С точки зрения того, что это там сказывается на производительной структуре, да, никто еще не доказал это. Да, то есть нет никаких данных о том, что там человек в 8 утра пошел на работу, купил бутылку водки, в результате он как бы не дошел до работы или работал как-то очень плохо. Но нет таких данных, и там все остальное, это уже какие-то либо личные примеры, либо фантазии по этому поводу. То, что введены ограничения на продажу алкоголя там в особые дни, да, это правильно. Да, это правильно. Четыре дня у нас их в году. Да. Это правильно. И эту тему, может быть, есть смысл каким-то образом и поразвить, да, то есть, может быть, увеличить количество дней. Да. Ну, подумайте. Почему бы и нет? Насколько помню, в Башкортостане даже в новогодние праздники пробовали запрещать продажу спиртного. То есть, ну, я сейчас условно говорю, первого, второго продаем, а третьего уже нет. Они, по-моему, на годик вводили такое правило. Вот недавно буквально интересовался. Ну, так, может быть. Для примера. Ну, почему бы не подумать на то, что прошли эта практика. Она прижилась, люди ее воспринимают. И там, как бы, действительно то, что, там, предположим, по другим регионам мы видим примеры, когда там те же выпускники там отравились алкоголем или там перепили алкоголем в большом количестве. У нас, слава богу, там, таких уже там давно нет примеров, когда там массовые какие-то вот отравления у выпускников, там, у детей, подростков происходят или там у населения. Поэтому, там, вот, может быть, есть смысл вот эту практику развить. Поэтому я, честно говоря, при всем уважении, там, к депутату Ковязину, да, то есть, там, ну, это вот такой, на мой взгляд, такой популистские какие-то вещи, которые, собственно, не имеют никакого общественного обоснования и не дадут никакого общественного эффекта. Медиков бы, кстати, еще послушать. Просто они же иногда говорят, что лучше человеку с утра, ну, вы понимаете, о чем я говорю, нежели терпеть, да? Может быть, ему вот в 8 утра необходимо, но это так уже. Мы не пропагандируем. Мы же понимаем, что потом у нас, у нас ведь, заметьте, да, то есть, мы можем иметь только один показатель, два показателя, это количество, предположим, людей, которые попадают в наркологии, и второе, это количество людей, которых гаишники ловят пьяными, да, то есть, вот, не знаю про наркологию, но про водителей мы видим, что цифры-то не меняются. Согласен. Как бы закон не писали, не переписывали, 30-40 пьяных водителей за выходные, это стабильный показатель. И это, как бы, это говорит о том, что, значит, там меры, они, ну, вот эти меры точно не работают в этом направлении. Буквально минута остается до завершения нашей беседы. Вопрос, связанный с Татарстаном, да, авиасообщение между Кировом и Казанью. Благо, на мой взгляд. Благо. Ну, пока еще не ясно, когда там, ни в расписании пока еще нет ничего. В первую очередь, за счет того, что Казань, это все-таки больше хаб для дальнейших перелетов. Международный аэропорт. В первую очередь, международный, да, и поэтому, для того, чтобы, те, кто хотят отдыхать в Турции, в Египте, на Кипре и так далее, это хорошая возможность для того, чтобы туда летать. Да, можно доехать на машине, но это дополнительные сложности, дополнительные нагрузки. Проще, когда сел в самолет. Где машину оставить, вы имеете в виду, да? Ну, в Казани у них хорошо с этим. Ну, у них хорошая парковка, большая, хорошая, большая парковка, вот, но в любом случае комфортнее, когда человек там и на отдыхе, и с отдыха, самое главное, да, там едет, не заморачиваясь на то, что вот ему нужно сейчас за руль, полминуты, да, у нас за руль, концентрироваться и так далее, да, поэтому я эти вещи поддерживаю. Если бы еще этот хаб развивался на, там, внутри российские рейсы, да, то есть, это было бы вообще... То есть, как можно больше городов, да? Да. В ту же Самару, да. Мы до сих пор там не понимаем, как там добираться до Самары, потому что либо там едешь на машине долго, либо с пересадками. Ну, чуть-чуть не хватило нам времени, но, увы, уже вынуждены покидать эфир. Благодарю советника губернатора Кировской области Михаила Курашина. До новых встреч. Удачи. Особое мнение на 101FM